Иисус Иисус пришёл спасти всех, кто духовно парализован. Матфея, глава девятая, стихи первый, тринадцатый. Иисус веру их сказал расслабленному «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи? Или сказать «встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему «Следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел признавать неправедников, но грешников к покаянию». В рассматриваемом сегодня отрывке из Библии речь идет о парализованном человеке, которого Иисус исцелил от его недуга, размышляя над этим отрывком, я много думал об этом недуге, называемом паралич. И теперь мне хотелось бы поделиться с вами благодатью, дарованной нашим Господом, и попытаться объяснить, каким образом Господь спас нас. Каждый человек в этом мире является духовным паралитиком пред Богом. Паралитик или расслабленный – это человек, который, сохраняя свои умственные способности, физически неполноценен, поскольку его конечности парализованы. При параличе человек не в состоянии двигать некоторыми частями своего тела в соответствии с поступающими из мозга импульсами. Одного такого расслабленного друзья принесли на постели к Иисусу, и он, видя веру этого человека и тех, кто его принес, простил больному все его грехи и исцелил его от недуга. После этого наш Господь наказал ему взять свою постель и возвращаться домой. Когда в Библии говорится об исцелении, на самом деле речь идет о прощении душевных грехов. Таким образом, когда Библия говорит о людях, исцеленных Иисусом, она имеет в виду прощение их грехов. Прежде всего, давайте подумаем о том, кем мы в действительности являемся в глазах Господа. Давайте попробуем понять, не были ли мы духовными паралитиками, прежде чем получили прощение от грехов, или наше спасение стало возможным потому, что мы были тяжело парализованы? Иными словами, явилось ли наше спасение результатом того, что мы имели такую же веру в Господа, как и расслабленный? Нам необходимо выяснить, не были ли мы сами духовными паралитиками, а также каждый ли человек является духовным паралитиком. Нет никакого сомнения в том, что вы и я, мы все были духовными паралитиками. Бывают моменты, когда наши тела не подчиняются нашим мыслям, и это не что иное, как следствие нашей изначально греховной сущности. А ведь мы все хотели бы жить согласно Божьей воле. Но в те моменты, когда мы в помыслах своих искренне желали жить именно так, что же получилось на самом деле? Действительно ли мы следовали воле Господа, а наша плоть совершала дела и жила так, как Он хотел бы, чтобы мы жили? Нет, ни один из нас не жил и не поступал так, как того желал Господь. Вот почему вы и я, мы все в действительности были серьезно поражены духовным параличом. И будучи духовными паралитиками, мы все же были спасены от наших грехов благодаря вере в Евангелие воды и духа. Мне это хорошо известно по моему собственному опыту. Могу ли я на самом деле делать то, чего желает моя душа? Должен признаться, мне это не удается. Моя душа искренне желает следовать воле Господа на все сто процентов и желает жить так, как Он хотел бы, чтобы я жил. Но чаще всего все мои попытки оказываются тщетными, а мои поступки то и дело расходятся с желаниями моей души. Но я по-прежнему верю, даже несмотря на то, что я духовный паралитик, Господь спас меня от всех моих грехов. Я верю, что и вы рассуждаете подобным же образом. Вы также были паралитиками, которые не могли делать того, чего хотели бы по причине своей неполноценности. Но я верю, что наш Господь спас подобных нам людей от всех наших грехов силой Евангелия воды и духа. Совершенны ли вы душой и телом? Совершенны ли ваша плоть, мысли, душа и поступки? Нет. Конечно же, они несовершенны. Вы и я, мы все несовершенны и немощны подобно расслабленному. Сколько же у нас грехов? Мы настолько несовершенны, что Господь не мог не прийти к нам. А придя на эту землю, Он тем самым должен был спасти нас от всех наших грехов. Мы смогли спастись благодаря крещению Иисуса Христа. И Его крови на кресте. Если мы осознаем, что мы действительно несовершенны, мы можем обрести спасение и благодать от Бога. Таким образом, мы все должны признать нашу несостоятельность и несовершенство пред Господом и должны с благодарностью жить в Его благодати. Когда вы осознаете свою несостоятельность? Мы приходим к осознанию того, что являемся несостоятельными и несовершенными существами тогда, когда нам не удается жить согласно воле Господа, и когда мы терпим неудачу в наших попытках совершать угодные Ему праведные дела. Мы приходим к осознанию факта своей несостоятельности не просто теоретически, а на основе своего собственного опыта. и тогда наши души становятся кроткими и смиренными. Мои дорогие братья и сестры, мы несостоятельны и немощны подобно паралитикам, и несмотря на это Господь спас таких, как мы, от всех наших грехов, поэтому мы никогда не должны забывать о Божьей благодати, о том, что Он спас нас от всех наших грехов за нашу веру в Евангелие, воды и духа. Если мы признаем нашу изначальную несостоятельность, мы не можем не благодарить Бога за наше спасение от духовной смерти. Только так мы можем смиренно и благодарно хранить истину о том, что Господь спас нас от всех наших грехов силой Евангелия, воды и духа. Однако живя духовной жизнью пред Богом, мы нередко забываем о наших собственных пороках и недостатках, считая, что теперь все в порядке, поскольку мы получили прощение наших грехов. И часто бывает так, что мы все знаем о прегрешениях других людей, при этом не признаем своих собственных. Когда к Иисусу привели женщину, застигнутую при совершении прелюбодеяния, он обратился к собравшимся вокруг нее людям, которые хотели побить ее камнями со словами. «Кто из вас без греха первый брось в нее камень?» После этих слов Иисуса ни один человек не осмелился бросить камень в женщину. На самом деле мы все подобны этой женщине, поскольку все мы грешим точно так же, как и она. Мы не имеем никакого права судить о том, насколько порочны другие люди. Каждый из нас является духовным паралитиком, и мы все несовершенны и несостоятельны. Именно из-за того, что мы такие, наш Господь спас нас от всех наших грехов посредством Евангелия воды и духа. И все, что мы сделали, это приняли его спасение, веруя в эту истину. Не бывает, чтобы среди праведников один человек был лучше или хуже другого. Лучше нам не обладать какими-то особыми достоинствами, чтобы ничем не хвалиться, нежели высокомерно считать себя так или иначе лучше других. Человек, знающий о своем несовершенстве, найдет дарованную Богом истину Евангелия воды и Духа и уверует в нее. Те же, кто не признает своих недостатков, в конце концов отвергнут истинное Евангелие, способное смыть все их грехи. Таким образом, для нас чрезвычайно важно правильно оценивать самих себя, поскольку если мы не можем осознать свою несостоятельность, заложенную в нашей природе, мы не можем полагаться на силу Евангелия, воды и духа. В сегодняшнем отрывке из Библии Иисус говорит, «Ибо я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Было бы неправильно, если бы мы, не осознавая своих слабостей и несостоятельности, приписывали бы все прегрешения другим людям и осуждали их за эти прегрешения. Отличительной особенностью человеческой психики является то, что люди постоянно находят всякого рода оправдания своим проступкам, при этом они не говорят о своей порочной природе, но объясняют все злонамеренностью других людей, которая заставляет их также быть злыми. В результате мы не в состоянии понять, что проблема заключается не в ком-то, а в нас самих, и что именно наша собственная несостоятельность служит объяснением наших проступков. грехов. Мы остаемся несостоятельными даже после получения прощения наших грехов. Допустим, мы целый день занимались угодными Богу делами, но разве есть в этом что-нибудь такое, чем мы могли бы хвалиться? Нет. Поскольку на самом деле мы занимались богоугодными делами лишь несколько часов, а все остальное время было потрачено впустую. Те, кто веруют, что Бог спас по-настоящему несостоятельных людей от всех их грехов силой Евангелия воды и духа, это благословенные люди. Братья и сестры, не хвастайтесь вашей личной праведностью перед Богом или перед людьми. Вы можете думать «Я не такой, я не похож на него, я действительно хороший человек, меня нельзя упрекнуть в несостоятельности». И с каждым днем я становлюсь все более совершенным человеком. Когда вы размышляете подобным образом, вы занимаетесь самообманом. вот почему вы не можете обрести Божье спасение, вот почему, даже если вы спасены, вы не можете помочь обрести спасение душам других людей по вере в Евангелие воды и духа. Мы должны постоянно исповедовать пред Господом. Господь, я подобен расслабленному. Эта истина вовсе не является гипотетическим предположением, это реальное положение вещей. Ведя духовную жизнь по вере, мы должны признавать пред Богом, что мы всегда несостоятельны в своих делах. Только в этом случае мы сможем быть терпимы к нашей собственной несостоятельности и несостоятельности других людей. Что происходит, когда мы заявляем, что мы совершенны, а другие люди полны пороков? В этот момент в наших душах начинает расти дух высокомерия, так, словно мы являемся судьями этих людей. Но может ли кто-нибудь устоять, не склонившись перед Божьим законом? Вы смотрите телепередачи? Что вы видите в теленовостях? Мы видим, что даже на могущественных людей, имевших огромное влияние в политических кругах, сразу же навешивается ярлык преступников, когда выясняется, что они нарушили закон. когда уличенного в нарушении закона доставляют к прокурору, его помещают на место, предназначенное для преступников. Его начинают фотографировать, и ему приходится отвечать на вопросы следователей. Затем этот человек предстает перед судом в качестве обвиняемого, и его приговаривают к наказанию. Таким образом, каким бы могущественным ни был человек в этом мире, но если он нарушает существующий закон и совершает преступление, то при этом страдает не только его чувство собственного достоинства, но рушится его репутация, и он теряет положение в обществе. Вся власть, которую имел этот человек, в одно мгновение превращается в пыль. Такова судьба преступившего закон. Еще до возникновения светских законов этого мира, всякого человека, который совершал преступление, постигала такая печальная участь. Нас также может постичь подобная участь, если строго применить закон к нам самим. Однако благодаря закону мы должны понять нашу грешную сущность и, веруя в крещение, принятое Иисусом Христом от Иоанна и его кровь на кресте, как в прощение наших прегрешений, мы должны избавиться от всех наших грехов. тогда мы сможем быть мужественны и уверенны благодаря нашей вере в силу Евангелия воды и духа. Иисус Христос, как праведный спаситель, спас нас от всех наших грехов. Мы должны твердо верить в Него. Кто смог бы устоять перед законом Божьим, если бы не эта вера в силу Евангелия воды и духа? Мои дорогие собратья по вере, те лицемеры, которые хотели избить блудницу, считались праведниками только потому, что их грехи еще не были выявлены, но если бы они предстали перед законом Божьим открыто, разве осмелились бы они бросить хоть один камень в эту женщину? Когда мы предстанем пред Богом, войти в Царство Небесное мы сможем только в том случае, если веруем в Евангелие, которое раскрывает его правду. Каждый человек грешник, и если он не верует в Евангелие воды и духа, то таковым он останется навсегда. Грешники не имеют абсолютно никакого отношения к Богу. Если бы не наша вера в это Евангелие, в котором открывается Божья праведность, мы не смогли бы жить по вере так, как мы живем сегодня. Даже если какой-нибудь человек заявит, что не чувствует за собой никакой вины, и ему нечего скрывать, все равно лишь безграничное милосердие Божье сможет избавить его от грехов. Когда друзья расслабленного человека принесли его к Иисусу, Господь сказал ему, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Мои святые собратья, сколько грехов мог совершить парализованный человек? Совершил ли он грехов больше, чем те люди, которые физически крепки и здоровы? В таком случае, почему Иисус сказал «Чадо, прощаются тебе грехи твои?» Это означает, что каждый человек рождается грешником, поскольку грех вошел в мир через нашего общего предка Адама. Римлянам, глава 5, стих 12. Иными словами, мы рождаемся с грехом, потому что мы наследуем его от наших родителей. Так и этот расслабленный унаследовал свою греховную природу от своих родителей, и потому он также нуждался в прощении своих грехов. В Евангелии от Матфея, глава 26, стих 41, сказано «Дух бодр, плоть же немощна». Это означает, что наша душа и наши дела не составляют единого целого. Едва появившись на свет, мы уже несем на себе все грехи этого мира, все 12 разновидностей порока, иными словами, мы являемся грешниками с самого рождения. Таким образом, мы духовно парализованы со дня нашего рождения. И именно потому, что мы вошли в этот мир с сердцем, исполненным греха, мы не способны делать то, к чему стремится наша душа. А поскольку мы не можем жить согласно воле Господа, как того желает наша душа, мы начинаем осознавать, что грех изначально пребывает в нашем сердце. Апостол Павел также признавал свою греховную сущность, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. доброго которого хочу не делаю, а злое которого не хочу делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Римлянам глава седьмая стихи четырнадцатый двадцатый Необходимо понять, что Иисус не сказал так потому, что расслабленный, очевидно, совершил больше грехов против Бога, чем совершили мы. Настоящими духовными паралитиками были вы и я, и именно нам следовало избавиться от всех наших грехов. Поэтому те, кто еще не получил прощение грехов, должны прежде всего признать истину, гласящую, что они являются заслуживающими смерти грешниками пред Богом и должны стремиться спастись от всех своих грехов. Они должны прежде всего оплакать свою горькую участь точно так, как это сделал Павел. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Римлянам глава 7 стих 24. Кто избавил нас от этого тела смерти? Иисус Христос. Прощение грехов и возможность войти в Царство Небесное все это зависит от принятого Иисусом Христом крещения, Его крови, пролитой на кресте и Его власти. Если мы осознаем, каким образом Иисус уничтожил все наши грехи, которые мы из-за нашей несостоятельности совершаем в течение всей нашей жизни, и если мы веруем в это Евангелие всем своим сердцем, мы действительно можем спастись от всех наших грехов. в Библии сказано, что ни один человек не может войти в Царство Небесное, если он не родится свыше, веруя в Евангелие воды и духа. Иоанна, глава третья, стихи третий, пятый. Мои святые братья и сестры, прощение наших грехов также оказалось возможным лишь по вере в Евангелие воды и духа. Мы можем следовать за Господом и совершать угодные ему дела, только в том случае, если мы веруем в силу Евангелия воды и духа, которые Господь даровал нам. И наше проповедование Евангелия воды и духа по всему миру также стало возможным лишь по воле нашего Бога. В последней главе книги пророка Осии сказано «Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Осии глава 14 стих 10 Братья и сёстры, разве смогли бы мы выстоять, если бы не наша вера в Евангелие воды и духа? Разве смогли бы мы противостоять проискам сатаны, если бы не наша вера в силу этого Евангелия? Это было бы совершенно невозможно, если бы мы всем сердцем не верили в Евангелие воды и духа. Вот почему в выше приведённом отрывке из книги пророка Осии сказано, что только праведники могут ходить путями Господними. Каждое воскресенье вы идёте в свою церковь и стоите пред Богом, чтобы служить Ему. Но сможете ли вы действительно предстать перед Богом и служить Ему только вашими делами, без силы вашей веры в Евангелие воды и духа? Нет, не сможете. И наше распространение этого Евангелия также невозможно без веры в Господа. Может ли кто-либо в этом мире, чьи дела праведны, и кто не совершил ни одного греха, действительно проповедовать Евангелие воды и духа? Люди, которые считают, что их дела праведны, не могут ни веровать в Евангелие воды и духа, ни проповедовать правду Божью. А кроме того, наша плоть никогда не сможет творить праведные дела. Можете ли вы прожить хотя бы один день, не совершая какого-нибудь греха? Теперь вы осознаете, что вы и я, мы несостоятельны пред Богом, и что Бог спас таких людей, как мы, которые были духовными паралитиками. Вы признаете силу Евангелия воды и духа. Несмотря на то, что мы несостоятельны, Бог все же спас нас от всех грехов мира, поэтому мы не можем не признаться. Господь, Ты Христос и Сын Бога Живого. Ты истинный Бог. Ты Царь Царей. Ты Господь Мироздания, Который сотворил Вселенную и все сущее в ней. Господь, Ты истинный Сын Божий, Который пришел ко мне как мой Спаситель. В седьмой и восьмой главах Послания к римлянам мы видим, что апостол Павел верил в Иисуса как своего Бога и своего Спасителя. И мы верим в Иисуса точно так же, как в Него верил Павел. Мои святые собратья, во времена, подобные нынешним, когда мир все больше погружается в хаос и тьму, грех расползается по всей земле, и эгоистичный индивидуализм становится все более распространенным явлением. Мы должны мужественно идти путями Господними, веруя в силу Евангелия воды и духа. В эти дни, если мы хотим жить в Божьей Церкви до конца этого мира, веруя в силу этого Евангелия, в котором открывается Божья праведность, мы должны осознать, что мы несостоятельны, и мы должны жить пред Богом по вере в евангельскую силу воды и духа, и мы должны возносить хвалу Богу и стремиться к Нему навстречу. Мои дорогие собратья по вере, может ли кто-нибудь из нас действительно предстать пред Богом со своими собственными заслугами? Бойтесь даже на мгновение представить, что такое возможно. Если некоторые из ваших братьев или сестер по вере являются несостоятельными с вашей точки зрения, не пытайтесь осуждать их. Кто может судить другого человека или выносить ему приговор? Будем искренними до конца. Разве могут священнослужители знать обо всех трудностях, с которыми сталкиваются миряне в своей жизни? Разве может человек, который никогда не трудился знать обо всех лишениях и невзгодах, которые приходится терпеть простым труженикам? Разве могут молодые священнослужители понять все проблемы, которые приходится решать старшим священнослужителям? Все наши познания поверхностны, они подобны лишь отблескам того, что видно снаружи, а на самом деле мы не знаем всех трудностей, с которыми сталкиваются другие люди. Поэтому вы должны представать пред Богом с верой в Евангелие воды и духа, и вы должны в смирении совершать угодные ему дела, вместо того, чтобы осуждать других людей. Насколько тяжело жить в нынешние времена? Всех слов не хватит, чтобы описать те стрессовые ситуации, в которых мы оказываемся каждый день. Весь мир движется против воли Бога, но мы, меньшая часть человечества, стараемся противостоять этой огромной волне зла, поэтому стрессовые ситуации и трудности становятся для нас еще более ощутимыми. Вы думаете, что мы идем путем Господним потому, что мы не умеем приспосабливаться и плыть по течению в потоке этого мира? Нет, мы отреклись от мирского потока, потому, что живем, облачившись в евангельскую силу воды и духа и повинуемся только воле Божьей и стремимся ему навстречу. Мои святые собратья, если какой-нибудь человек рядом с вами переживает трудные времена, попытайтесь понять его вместо того, чтобы осуждать. Понимаю, почему у него сейчас такие трудности. Именно так вы должны рассуждать. Мы все нуждаемся в поддержке наших святых братьев и сестер. Когда мы служим Евангелию воды и духа, у нас бывает множество поводов для радости и веселья, и мы все должны полагаться на силу Евангелия воды и духа. Должен честно признаться, что я также был духовным паралитиком, но Господь спас меня от всех моих грехов. И будьте откровенны, вы тоже были паралитиками, но Господь и вас спас от всех грехов мира. Среди вас нет ни одного человека, кто был бы изначально совершенным, и которого Господь бы спас, несмотря на его совершенство. Разве наш Господь не спас нас посредством Евангелия воды и духа, когда мы были подобны расслабленному? Мы не только на словах признаем тот факт, что мы далеки от совершенства и являемся духовными паралитиками. Разве на самом деле мы не являемся несостоятельными людьми? Конечно же являемся. Вы представляете, сколько времени требуется человеку, чтобы познать свою истинную сущность? Познать самого себя вовсе не так уж и легко. Поэтому человек, который хорошо знает свою истинную природу, является воистину необыкновенной личностью. Если мы признаем тот факт, что мы паралитики, то тогда мы должны начинать ходить в вере, жить по вере, проповедовать и распространять Евангелие по вере, защищать свою душу по вере, представать пред Богом по вере, превозмогать мир по вере и обращаться друг с другом по вере. Что еще у нас есть, кроме веры? Если у вас отнять веру, то у вас ничего не останется. Все человеческие способности вместе взятые на самом деле ничего не стоят. Без силы Евангелия мы ничего собой не представляем. В чем величие человека? Мы столь же мимолетны, как утренний туман, и столь же быстро приходящи, как трава. Как сказано в Библии, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедовано. Первое Петра глава первая стихи двадцать четвертый двадцать пятый. Чтобы вырасти, растениям требуется много времени, но время цветения и увядание цветов очень коротко. Вам достаточно обратить внимание на вазу с цветами в вашем доме. Зеленые веточки травы, использованные для оформления букета, кажутся сегодня упругими и прочными, но взгляните на них через пару недель, и вы увидите, что произойдет. Они засохнут. То же произойдет и с цветами, с их мимолетной красотой, поскольку они тоже увянут и опадут. Мы, люди, подобны этим увядающим цветам. Такова жизнь. Подобно тому, как расцветшие цветы быстро вянут, так же быстро увядает и наша внешность. Несмотря на то, что жизнь наша мимолетна, у нас есть неприходящее Слово Божье, сделавшее нас народом веры и Божьими детьми, которые никогда не погибнут. В самом деле, именно благодаря нашей вере в евангельскую истину воды и духа мы стали праведниками по вере и с этой верой мы можем жить для Божьей праведности. Благодаря нашей вере в Христа и признание Его нашим спасителем и благодаря тому, что мы проповедуем Евангелие, мы остаемся в этом мире и другой причины не существует. Итак, Бог сделал нас своим народом веры, но в этом мире есть еще слишком много душ, которые погибают из-за того, что они не знают о Евангелии воды и духа. Поскольку в этом мире по-прежнему остается много людей, которым еще предстоит получить спасение по вере в Евангелие воды и духа, я хотел бы призвать вас к проповедованию Евангелия этим людям. Я не прошу вас стать священниками, я лишь желаю побудить вас посвятить остаток вашей жизни Евангелию воды и духа. Это все, о чем я хотел бы вас попросить. Когда я очень устаю, то очень легко выхожу из себя по пустякам. В этом мой недостаток. Мы все хорошо знаем, что мы несовершенны, но даже в этом случае на нас лежит ответственность за проповедование Евангелия воды и духа по всему миру до конца наших дней. Мы живем потому, что на нас возложена эта задача. Иной причины для пребывания в этом мире у нас нет. Несмотря на то, что мы несовершенны, мы знаем, что продолжаем жить из-за того, что у нас остаются дела на этой земле. Проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. Никогда ничего не требуйте от другого человека. ни хорошего настроения, ни добродетельного поведения. Проповедовать Евангелие воды и духа и общаться с собратьями по вере – вот все, что мы должны делать, пока мы бодрствуем. Если мы не будем проповедовать евангельскую силу, то кто это будет делать вместо нас? Сколько же людей в этом мире страдают без Евангелия воды и духа? Мы можем встретить множество несчастных христиан, которые изо всех сил стараются жить согласно Божьей воле посредством многочисленных покаянных молитв и собственной одержимости. В действительности же они делают все это потому, что они одержимы дьяволом. Разве вы не испытываете к ним сострадания? На самом деле в этом мире есть множество людей, которые даже не слышали о Евангелии воды и духа. И я не желал бы ничего большего, чем донести до них это Евангелие. Именно из-за Евангелия у меня покраснели глаза. Именно из-за Евангелия я проливаю слезы. И именно из-за Евангелия я занимаюсь всеми этими разнообразными делами. Мне никогда не удалось бы справиться ни с одной из этих проблем, если бы не Евангелие. Если бы я не посвятил свою жизнь проповедованию и распространению Евангелия, мне пришлось бы до самой смерти и за дня в день тяжело трудиться. Но наша жизнь не такова, поскольку мы живем ради Евангелия, и мы все действительно совершаем поистине неоценимую работу. Сам Бог поручил нам выполнять столь важный труд. Иногда мы посвящаем наших собратьев в духовный сан и направляем их в качестве священников на работу в разные уголки земли. Когда такое случается, я вижу, как некоторые из них испытывают сомнения и думают, почему меня послали именно сюда, а не туда? В таких случаях я обычно говорю им, почему вы беспокоитесь по поводу того, где и как вы живете? Ведь вы живете для того, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа. Разве есть в мире более важное занятие? Вы можете отправиться туда и целыми днями ничего особо не делать, но если вы донесете Евангелие воды и духа хотя бы до одного человека, вы заслужите одобрение со стороны Господа. Как еще можно выполнять эту воистину бесценную работу? Если бы не Божья церковь, где еще вы могли бы совершать такой бесценный труд? Я верю, что каждый из нас, кто служит Евангелию, от наших священнослужителей до меня с вами, являемся чрезвычайно ценными служителями для Бога. Веру я в силу Евангелия, мы все стали собственным народом Божьим. Сатана раскинул сети лжи по всему миру, и люди попадают в эти сети, не имея представления об истинном Евангелии воды и духа. Вот почему мы должны проповедовать истину воды и духа по всему миру, исполненному лжи. Мы должны выйти навстречу Господу, когда Он снова вернется к нам. А если Господь не вернется при нашей жизни, тогда давайте просто будем продолжать проповедовать Евангелие. Иногда мы добровольно выполняем тяжелую работу ради Евангелия. Но служа Евангелию по вере, у нас нередко бывают моменты радости и веселья. Бог не спосылает нам утешение и дает новые силы всякий раз, когда мы нуждаемся в Его помощи. Мои дорогие братья и сестры, я стремлюсь проповедовать силу Евангелия воды и духа до тех пор, пока не вернется наш Господь. Если я не смогу проповедовать Евангелие из-за немощи моей плоти, то, по крайней мере, я хотел бы исполнить свою роль последователя Евангелия. Кроме того, до тех пор, пока не вернется наш Господь, я должен служить Евангелию моими молитвами. То же самое должны делать и вы. Давайте держаться друг друга, помогать друг другу и верить друг другу, чтобы каждый из нас смог преуспеть в своей работе. Я верю, что даже если мы не вознесем себя до определенного уровня святости, если мы будем лишь проповедовать Евангелие силы, воды и духа по всему миру, Господь все равно будет доволен нами. Давайте жить во имя Евангелия и давайте отправимся к нашему Господу после того, как посвятим всю свою жизнь делу проповедования этого Евангелия. Если люди не принимают Евангелия даже после того, как узнали о нем, что ж, оставим их неспасенными и продолжим проповедовать Евангелие другим. А если ни один человек не принимает это Евангелие, как бы мы ни старались, тогда давайте и мы остановимся, прекратим проповедовать и будем просто ждать Божьего возвращения. Расслабленный из сегодняшнего отрывка из Библии получил прощение грехов, встретив Господа и поверив в Его силу. Он получил прощение грехов по вере, потому что Он был немощным и несовершенным. Иными словами, Он получил прощение грехов, веруя в могущество Господа. Если бы Его дела были непорочны и праведны, Он мог бы и не прийти к Иисусу с просьбой о спасении и не смог бы получить прощение своих грехов, веруя в силу и власть Господа. Братья и сестры, только те, кто осознают несовершенство своих дел пред Богом, могут получить прощение всех своих грехов, веруя в силу Его Евангелия. Вы думаете, что мы можем избавиться от наших грехов, ведя аскетический образ жизни, словно какой-нибудь Будда? Лишь люди, которые осознают себя скопищем греха, могут получить прощение всех своих грехов, веруя в Евангелие силы нашего Господа. Поэтому то Иисус и пришел на эту землю и смыл все наши грехи водой и кровью. Я благодарю нашего Господа за то, что Он спас нас от всех наших грехов. Аминь. ПЕСНЯ Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok